Борис Борисович, прежде чем начать наш разговор, хотелось бы узнать, какие акции проводились в прошлом году, чтобы вы подвели итоги и что запомнилось больше. Ну, действительно, прошедший год у нас был богат на различные мероприятия. Молодежь с удовольствием откликалась и не только участвовала, но и участвовала, конечно, в организации этих мероприятий. Это и крупные областные мероприятия, которые проходили на базе Либерецкого района по линии молодежи. Это и День православной молодежи Московской области, это День государственного флага Российской Федерации, который проходил у нас на базе Либерецкого района. На наши мероприятия съезжалось очень большое количество представителей муниципальных образований Московской области. Ну, конечно, мы участвовали и в других областных мероприятиях. Это и губернаторский фестиваль, патриотические песни «С чего начинается Родина», это и наши летние дела на Селигере, на Всероссийском образовательном форуме. Это и военно-патриотическая игра «Защитник Отечества», куда у нас выезжают наши кадеты из кадетской школы. Это постоянно они принимают участие и достойно представляют Либерецкий район. Естественно, и область, да, там, эти мероприятия. Мероприятия, которые мы проводим, ну, непосредственно у нас в районе. Это, можно отметить, и акции «Молодежь на памятной вахте» по благоустройству памятников и всевозможных памятных мест в нашем Либерецком районе. Это и акции «Свет в окне», которые мы тоже проводим по оказанию помощи нашим инвалидам, ветеранам на дому, их бытовые условия как-то помочь, улучшить, чтобы порядок был. Это и экологические акции, это и студенческий лес, когда мы выходим убирать Либерецкие леса, и нашу Малаховку, озеро, и наш поляна невест, которая относится к Либерецкому району, которая действительно находилась в плачевом состоянии, но с каждым годом улучшается. И мы обращаем внимание на поведение наших молодоженов и их гостей, чтобы действительно в свой знаменательный день они не только праздновали, но и как бы не портили экологическую ситуацию в наших лесах. Это и, допустим, акция молодежного парламента нашего «Зеленый уикенд», это ребята в выходные, ну, вместо, как сказать, праздного шатания по городу, они собирались и в нашем центральном парке, в парке «Наташинские пруды», они высаживали цветы, тем самым делая красивый город, красивый наш парк, и было очень приятно. К ним присоединялись местные жители, это тоже такое достойное, я считаю, занятие. Плюс наша акция «Подари радость детям», которая действительно, проект такой достаточно был сложный, но мы его реализовали, это у детской больницы, мы крыло детской поликлиники, ну, при въезде в детскую больницу, там нарисовали пейзаж, красивый, с солнцем, с небом, с птицей счастья, чтобы наши маленькие пациенты детской больницы с удовольствием, когда выглядывали в окно, видели такую радостную картинку и быстрее выздоравливали. Это тоже молодежный парламент? Это и молодежные активисты парламента, и наши граффити, ребята, которые рисуют, тоже присоединяются. Мы много берем мероприятий и молодежный парламент, и молодежные общественные организации, и различные категории молодежи, они присоединяются к участию в этих мероприятиях. Ну и, конечно, в основной массе с многими мероприятиями к нам выходит молодежный парламент. И что я хочу отметить, что у нас принята программа в городе Люберце по работе с молодежью, она долгосрочная, на три года, и уже в эту программу муниципальную вошли мероприятия, в том числе и молодежного парламента, которые были предложены, и по согласованию с ребятами утверждены. Ну, прежде чем о этих мероприятиях поговорить, расскажите, какие были в прошлом году такие самые масштабные акции, и вообще, может быть, в каких-то из них очень много людей принимало участие? Ну, очень много, да, это вот, значит, если мы берем тот же День православной молодежи, да, Московской области, во Дворце спорта «Триумф», действительно много объединилось, много народу было привлечено к организации, и в том числе наша молодежь участвовала в организации. А в общем приняло участие около пяти с половиной тысяч человек, то есть это вот какая была, помимо тех, кто в зале, зрители присутствовали, те, кто еще были заняты в организации, потому что в качестве волонтеров наши ребята, наша молодежь и парламент выступали в организации этих мероприятий. Так что День православной молодежи Московской области получил большую оценку со стороны правительства Московской области, епархии, русской православной церкви. Я думаю, что на ближайшую перспективу мы с удовольствием будем принимать такие мероприятия, потому что работа с нашим благочинием Берецкого округа, с вышестоящими епархиальными органами тоже у нас ведется. Можно отметить и Благовещение, мы принимали участие, и участники, и организаторы праздник был. И День храма нашего преображения Господня, 380 лет отмечалось в этом году, тоже мы принимали участие, молодежь самая активная. То есть такая работа тоже ведется. Также у нас наша акция расширяется, это свеча памяти 22 июня в 4 часа утра. Уже мы видим, что, ну, в принципе, время такое достаточно позднеутреннее, да, но важность памяти молодежи о Великой Отечественной войне, о подвиге Великой Отечественной войне, несмотря на это молодежь собирается, и мы вместе с молодежью выходим, и в 4 часа утра вспоминаем всех погибших в этой страшной войне, и прежде всего чтим память наших либерчан и говорим спасибо тем нашим защитникам, либерчанам, которые еще с нами в строю, вместе с нашей молодежью. Действительно, нас и Совет ветеранов поддерживает в этой работе, потому что всегда где ветераны, там и мы рядом. Также мы оказывали содействие, юбилей Совета ветеранов был, также председатель Юрий Александрович Орехов, он обращался по организации, мы также оказывали содействие. Очень приятно, что ветераны любят так нашу всю молодежь, в том числе и Молодежный парламент, который я стараюсь, чтобы больше-больше-больше они общались с нашими уважаемыми старшими поколениями. Прошу вас перебью, а вот как все-таки реагируют те же ветераны, когда молодежь приходит и помогает им? Та же акция «Свет в окне». Я думаю, что на самом деле мы вот, когда проводили эту акцию, не было никакого негативного, только нормальное впечатление. Понятно, что существуют какие-то, знаете, да, не все люди готовы впустить к себе в дом посторонних людей, это правильная реакция. Удивляются? Да, мы организовываемся, мы стараемся и с социальной защитой, чтобы предупредили ветеранов, чтобы сказали, что к вам придут, молодежь придет, будут там помогать. Конечно, это надо прорабатывать, но в целом реакция, конечно, очень положительная. И много после там они отработают, люди рассказывают свои воспоминания о войне, о своей жизни, о прошлых годах. То есть, оно где-то даже в мероприятии, получается, еще для молодых людей узнавательное, потому что они из уст очевидцев событий. Узнают, что это новая история. Да, историю. И действительно приходят под таким хорошим впечатлением, потому что по завершению мы вот этой акции, мы проводим такой круглый стол в Совете ветеранов, где делимся впечатлениями, обсуждаем и перспективу развития этого мероприятия, это обязательно. А может быть, эти ветераны вносят какие-то свои предложения? Ну, конечно, мы учитываем предложения, мы учитываем пожелания, потому что где-то они от молодежи что-то подчеркнут, потому что в своей работе мы стараемся выслушать молодых людей. Порой вот эти свежие взгляды, необычные идеи, они помогают и в нашей работе. Пусть они где-то фантастические, где-то затратные, а где-то нереальные, но мы думаем, как это перевести в реальную плоду и реально воплотить это в хорошие, добрые дела. Поэтому я считаю, что это такой большой плюс вообще в рамках этой патриотической работы, духовно-дравственного воспитания нашей молодежи, приобщения к истории. Потому что вот даже акцию мы освещали, к дню рождения Владимира Владимировича Ленина, да, казалось бы, молодежь пришла с уроков, молодежный парламент, активисты. Борис Борисович, скоро день рождения Владимира Владимировича Ленина. Сами проявили инициативу. Я говорю, что давайте покрасим памятник, который у Дворца культуры стоит. Пожалуйста. Мы собрались, помогли, да, там, краски, парк культуры, отдыха нам помог, подключился директор тоже Александр Петрович Мурашкин к этой акции. И мы вместе организовались. То есть тут нам немножко надо было помочь. И вот они сделали. И, кстати, определенные категории населения получили благодарность за это. А вот таких активистов много? И вот если да, то, может быть, они какие-то свои идеи новые приносят? Обязательно идеи приносят, мы выслушиваем. Вот, допустим, вот, молодежный парламент, у них, да, есть основной состав, да, кто работает. Это избранные депутаты, 103 человека, да, избираются у нас. Почему так 103? Много, потому что мы увеличили количество избирательных молодежных округов. К нам присоединился вечерняя школа, к нам новый 15-й лицей присоединился. Мы включаем их тоже в эту работу. И вот вечерняя школа у них там разная, да, возрастная категория. Очень такие сильные активисты попались. Есть даже ребята из, у них сложная жизненная ситуация, но очень активно включаются в эту работу. Вот. А у самого парламента у них есть еще актив. А как мы видим этот актив, это сейчас модно, да, социальные сети в интернете. Да, там группы в Одноклассники, ВКонтакте. Вот у них есть своя группа ВКонтакте. И сейчас там на данный момент, вот, где-то по состоянию на данное время, где-то 440 человек. 440. Вот. Много. Естественно, есть у нас активисты, те, кто, ну, у нас положение же есть о молодежном парламенте, официальные документы. Они, кто заканчивают школу, кто переходит в высшие учебные заведения, в средние специальные техникумы, колледжи, они изъявляют желание. Естественно, мы оставляем их в активе, там выработана система, заполняется анкета, вот. У нас уже есть и кураторы, ребята, которые работают со своими школами, продолжают работать. И очень хорошо, что общеобразовательное учреждение, управление образованием идет навстречу. В этой работе уже в некоторых школах ребятам дают помещение для этой работы. Потому что это все, как сказать, это нужно. Если они вот есть, да, общись там в ЛКСМ, комсомол, да, о котором мы не забываем, мы проводим так же, это наше традиционное мероприятие, мы собираем комсомольцев, потому что у нас в Люберцах была сильная организация молодежь. Они общаются, знакомятся, это тут не секрет, много руководителей вышли из Люберецкого комсомола. А вот молодежный парламент – это тоже такая организация, допустим, на уровне Люберецкого района, которые активные ребята собираются, которые готовы участвовать в этой работе. Как альтернатива. Да, им это интересно, да, да, они плюс, да, там в других общественных организациях молодежных ведут работу. А вот парламент им нравится, и хорошо, что идут навстречу на местах им. Я всегда благодарю за поддержку педагогов, социальных, по воспитательной работе, что они, ну, уделяют внимание этой теме. А что самое главное, это же в области такая структура есть. Создан при Московской областной думе Московской областной молодежный парламент, а этому уделяется сейчас большое внимание, потому что и на уровне федерации есть эти структуры молодежного парламентаризма. Вот. Мы, как видим, задачу, как мы и предложили в область, мы немножко опередили на год, у нас это уже в четвертый год эта работа ведется, а мы опередили в область немножко. Но наша-то задача какая, чтобы, допустим, наши вопросы на местах были услышаны, сформулированы и переданы в область, да. Потому что, вот, благодаря, допустим, тоже работе и деятельности нашей молодежи, нашего молодежного парламента, у нас уже определены площади и помещения в Либеретском районе для, чисто вот для молодежных учреждений. Что это большой плюс нашему району, потому что и глава поставил такую задачу определиться. Мы прорабатывали и подбирали нам, и вот уже метраж у нас в новом микрорайоне выделили, там мы сделаем чисто учреждение по работе с молодежью, да, где будет интересно собираться, будет интересно тусоваться, я уж не знаю, чтобы проводить свободное время, просто общаться. Это будет вот такое, только молодежная тематика будет. Все, что интересно молодежи, мы постараемся сформировать в этих учреждениях. Ну, давайте об учреждениях поговорим попозже, о задачах хотелось бы узнать. Вот основной состав молодежного парламента и те же активисты, у них как-то обязанности разделены? Кто чем занимается? Значит, у нас в каждом городском поселении есть молодежный парламент избран, в каждом поселении есть председатель, есть замы, есть секретари, и они делятся в каждом поселении на комиссии. Комиссии по интересам, комиссии посредством массовой информации, комиссии по мероприятиям, комиссии организационные, как у нас есть организационное управление, А у них тоже должна быть организационная своя структура, которая будет организовывать, обзванивать, оповещать. То есть, структуры рабочие, структуры работают, поэтому есть ответственные по каждому мероприятию. Это как бы у них у нас. Вот ответственный тот, мы приходим на сток, мы делаем это. То есть, все определено. То есть, и даже вот в некоторых, я знаю, есть кто отвечает за работу с волонтерскими книжками. Мы выдаем личные книжки волонтера, кто участвует в благотворительной деятельности в Люберецком районе, они получают соответствующие записи. Мы ставим им часы, все это официально, они утверждены на федеральном уровне. И у нас много ребят уже получают такие книжки. С Российским Союзом молодежи мы реализовывали тоже авиасалон «Макс», танковое, вот это шоу, которое было в Жуковском. Там работали люберецкие тоже волонтеры. Все получили соответствующие записи волонтерских книжек. И в торжественной обстановке мы вручали вместе с нашим Российским Союзом молодежи эти книжки. Также молодежный парламент получил около 200 книжек уже у нас на данный момент. И мы продолжаем вести эту записи. Вот в парламенте есть такие люди, которые за эту деятельность отвечают. То есть, у всех есть своя работа? Конечно, да. Есть своя работа, в принципе. Иногда бывает затишье, оно небольшое, на несколько дней, перед бурей. Да, перед бурей. Вот выборы у нас прошли, они прошли выборы молодежного парламента бурно, потому что это большое было количество. Представляете, по всему району около 5,5 тысяч человек было. Которые баллотировались? Это участники выборного процесса. Баллотировались у нас 274 кандидата. Была острая борьба на некоторых участках, по 15, по 14 кандидатов. А это большая работа, такая масса людей, масса это все организовать, повесить предвыборную агитацию. А что надо было сделать баллотирующемуся депутату? В принципе, надо было сделать то, что делают наши депутаты районные, городские, поселковые. Нужен подписной лист, чтобы подписалось не менее 5% от параллели, от класса. Нужно заявление свое о согласии на выдвижение своей кандидатуры. И повторяется система, настоящие выборы, только молодежные выборы. Вот она молодежь уже хоть знает. На взрослом уровне. На взрослом уровне они знают, что это такое изнутри, как это делается. Естественно, они проводят классные часы, свои заседания в предвыборной гонке вот этой молодежной, представляют свои программы. И тем самым некоторые начинают по его бюллетень избирательный, да, там надо галочку, печать там поставить, расписаться участковой комиссией. То есть, это также формируется и участковая комиссия из учащихся, и районная у нас комиссия выборная есть. Они уже итоговые вот эти принимают все протоколы, бюллетни пересчитаны, должным образом узакованы. То есть, естественно, помогают им старшие товарищи, там, из школы, которая работает в участковых комиссиях, да, учителя, и все по-взрослому. Вот наша съемочная группа ездила в кадетскую школу, когда проходили как раз выборы молодежного парламента. Ребята достаточно хорошо подготовились, и газеты висели, и агитации проходили. А вот как они себя вообще проявляют, может быть, как активисты, идеи какие-то свои вносят? Ну, естественно, мы прежде всего, мы стараемся оттолкнуться от их, также вот в этой кадетской школе, они обратились с просьбой, ну, заместитель директора посетительной работы, она позвонила, сказала, у нас такой слет ученического актива проходит, очень интересное мероприятие. А не может ли молодежный парламент, они же вышли, депутаты молодежного парламента, которые в кадетской школе, они вышли с предложением, а давайте мы проведем, у них там мероприятие, несколько станций, там, обучаются, свои проекты предлагают. И молодежный парламент отвечал за две, там, за политическую и за СМИ, за средства массовой информации. Очень достаточно хорошо у них получилось, вот, пожалуйста, их идея. Тот же конкурс площадок по благоустройству, который проходил, проект площадок спортивных, детских, вот, представительница молодежного парламента Екатерина Рожникова третье место заняла. Она и представляла свою школу, но и представляла молодежный парламент, и достаточно у ней красивая получилась детская площадка. А может быть, были школы, где было больше кандидатов в депутаты? Да, да, я говорю, на некоторых участках по 15, по 14, то есть, еще в городе-то побольше школ, в поселках поменьше, там, конечно, допустим, в Октябрьском у них вообще выбираются все в одной школе, в 53-й им там, но зато он парламент такой у них, они там все друг друга знают, все, и они как бы первые свои заседания внутренние, они быстрее всех провели. В этом плане немножко попроще, но что хотелось бы сказать о тех, кто выбрался вот в этом году, многие, многие остались, то есть, им доверили продолжать эту работу в своих школах, в своих молодежных избирательных, избрав их на второй срок. Например, в Октябрьском он председатель уже четвертый год, они его, ну, вот в школе, они его знают, он у них остается. Кто-то в активе был, в активе просто работал, они уже в этом году выбрались, мы уже знаем их, они стали уже кто-то председателем, кто-то зампредседателем, кого-то секретарем выбрали. То есть, ну, видно, что есть какая-то и преемственность, есть какая-то и активность, есть кто им доверяет, есть новые, да, ребята. А почему оказывается-таки доверие тем, которые остались на местах? Вы знаете, когда мы проводили первое заседание, некоторые вот прям поднимали руку и говорили, а вот мы знаем, он работал, он у нас активно в школе с нами там взаимодействовал, мы предлагаем вот его единогласно избрать там председателем города Люберц, там председателем молодежного парламента Краскова, там Томилина, Малаховка, Октябрь. То есть, ну, в таком режиме, я думаю, что, ну, не просто так, это не просто так, и такое единодушие, когда они поддерживают того или иного кандидата на руководящую должность в парламенте, это, наверное, определенное, говоря о том, что работа шла и внутри школы, и работа шла на уровне района, на уровне своего поселка, поэтому это большой плюс. Вот выборы прошли, наверное, уже поставлены какие-то определенные задачи. Может быть, есть какие-то мероприятия, запланированные совместно с областным молодежным парламентом? Да, мы с областным молодежным парламентом очень тесно работаем. В этом году представителю Люберецкого муниципального района от нашего района в Московском областном молодежном парламенте Совет депутатов, там процедура нашего Люберецкого района, единогласно продлил полномочия. И когда формировался в области парламент, наш председатель стал заместителем председателя молодежного парламента Московской области, то есть там председатели и четыре заместителя. Вот как бы в Люберецком району выпала такая честь, такое место важное, но и фронт работ достался это развитие молодежного парламентаризма во всей Московской области, потому что сейчас в каждом городском округе, в каждом муниципальном районе создается такая структура. Вот, ну, мы наметили с областью, ну, проговорили, наметили ряд мероприятий, это, конечно, и надо провести какую-то учебу, надо поделиться опытом, собраться, пусть какими-то, ну, группами, районами, городами, поделиться, рассказать, может быть, что-то они у нас возьмут, что-то мы у них какой-то опыт возьмем. Потом какую-то школу актива надо, да, нам с областью, допустим, с области нам, может, поможет Московская областная дума, это поднатаскает наших ребят в плане законодательной, да, инициативе. Хотя эта работа у нас ведется, это наши традиционные экскурсии, они образовательные, познавательные, это в Государственную думу выезжали. Московскую областную думу, да, и тоже освещались, да, это с нами и телевидение, и средства массовой информации ездили, потому что там же они не просто ходят там по Московской областной думе, они общаются, они общаются, им показывают, допустим, вот наш депутат есть, который курирует Люберецкий район, вот его кабинет, вот у него, это у него, он в комитете в том-то, вот зал заседания здесь проходит так-то, так-то, так-то. Потом в зале у них вообще еще идет вообще о деятельности московской, об организации внутренней работы им подробно рассказывают, как внести законодательную инициативу, как они вот приходят к нам, молодежь с предложением, в принципе, такая, да, инициатива, а тут как вот правильно законодательную инициативу. То есть, вот тоже мы будем эту работу продолжать, и, я думаю, областной парламент поможет нам в этом. Они сейчас ряд проектов представляют Московскую областную думу, которую они хотят обсудить с молодежью, это, хотя у нас такая программа в районе есть, это жилье молодым семьям, да, но есть какие-то предложения у Московского областного молодежного парламента провести на эту тему форум и выслушать, ну, на местах, молодежь на местах, как они думают об этом, как они это видят, и какие у них есть, может быть, проблемы там в той же ипотеке и с прочими вот делами. То есть, понимание есть, взаимодействие есть, и в области о нас знают, и проводили даже на базе у нас, приезжали несколько районов, мы такое, кустовое совещание с городскими округами и муниципальными районами с представителями, тоже делились опытом, им было очень приятно, ну, как Люберецкая земля приняла их достойно, все условия были созданы. Так что, сейчас эта работа набирает новый виток, и я думаю, что год, который будет, он принесет нам много положительного от этого взаимодействия. У молодежного парламента, насколько известно, вроде бы нет своего здания, помещения, где они могут все собираться, и какие-то, может быть, идеи, что-то вносить такое новое. Обещали, что новое здание откроется, когда планируется... Значит, у нас сейчас уже готова приемная Московского областного молодежного парламента и молодежного парламента Люберецкого района. Ну, мы назвали приемная, да, могут, конечно, обратиться со своими, ну, чтобы обсуждалась молодежная тематика. Это помещение уже, оно отремонтировано, оно готово чисто, это две комнаты у нас на мере, 19 на улице в районе высшей школы. Там будет, это вот такой первый наш шажок. Это спасибо всем за понимание этой темы, что и в нашем управлении муниципальным имуществом они сориентировались и сказали, вот, молодежь, вам надо. То, что мы уже говорили, это в новом микрорайоне. Естественно, на областном уровне это тоже стоит, что нужно. В Москве же есть центр молодежного парламентаризма, целый центр. Тоже мы предусмотрим в подобных учреждениях какие-то площади. И это помещение у нас, центр молодежно-развлекательной орбиты, да, который строится, там тоже предусмотрено помещение для работы отдельно, для муниципальной работы с молодежью, куда также мы уделим момент, чтобы могли собираться и молодежь, и молодежный парламент, и активисты. Но пока вот у нас первая ласточка, это вот наша такая общественная приемная молодежного парламента, где ребята смогут собраться, смогут обсудить. Понятно, что у нас хорошо, что в районе открыты двери многих учреждений для молодежи, для вот этих собраний молодежного парламента. Мы и во дворец культуры, мы и в музеи проводили, заодно ребята знакомились с деятельностью учреждений. И в триумфе нам всегда в дворце спорта открывают гостеприимную дверь в различных местах. Везде помогают. Да, да, идут навстречу. Ну, конечно, свое, оно и есть свое, чтобы каждый раз так, ну, не пользоваться гостеприимством. Но надо, чтобы ребята могли действительно собраться, обсудить, забежать даже там, переговорить. Им надо место, мы-то готовы, но я считаю, что пришла пора уже им немножко развиваться и в этом плане. Последний вопрос. Впереди Новый год. В прошлом году, насколько мне было известно, Снегурочка и Дед Мороз переодеты ходили к ветеранам и поздравляли их. Такая акция была. В этом году что-то новое или продолжается? Да, у нас проект такой из школы Деда Мороза, куда набираются молодые люди, которые готовы поучаствовать, поработать в качестве Деда Мороза, Снегурочки, проявить себя, попробовать в общении с детьми, в общении с взрослыми людьми. Соответственно, это и определенная методичка есть, поэтому это определенный курс обучения, тренировки, репетиции. И как бы это реализуется, мы традиционно не оставляем наши социальные категории всякие незащищенные, защищенные, но мы стараемся выходить и реагировать нормально. Также у нас Дед Мороз, Снегурочка приезжает в наши молодежные, есть у нас специализированные учреждения для несовершеннолетних, где ребята, которые в силу каких-то причин совершили противоправные действия, оказались в этом закрытом спецучреждении. Туда также мы выезжаем под Новый год с подарками, со Снегурочкой и Дедом Морозом. Этот проект мы реализуем с комиссией пределами совершеннолетних и защите их прав. И также будут задействованы, можно сказать, в наших центральных мероприятиях Люберецкого района. Там будет именно поздравлять, радовать люберчан наш центральный Дед Мороз, главный Люберецкий, именно из школы Деда Мороза. Спасибо огромное, Борис Борисович, что пришли к нам в студию, рассказали о планах и о Новом Годе. Если у вас есть какое-то поздравление? Ну, я хочу, во-первых, пожелать развития нашему Люберецкому районному телевидению в Новом Году, чтобы вы также были активны, с вами приятно всегда сотрудничать. Я вас поздравляю, спасибо вам за оперативность в освещении наших мероприятий. И люберчанам в Новом Году хочу пожелать, конечно, счастья, конечно, здоровья. И чтобы действительно, чтобы у вас все, как у молодежи, получалось, и вы были такими же активными. И благодаря нашим жителям Люберецкий район был везде на первых местах. Так что я поздравляю от души. Спасибо огромное. Но нашим телезрителям я напомню, что сегодня у нас в гостях был начальник управления по работе с молодежью администрации Люберецкого района Борис Борисович Новиков. Спасибо, что нашли время и пришли к нам в студию. Спасибо. Всего доброго и до встречи в эфире. Субтитры сделал DimaTorzok